В Апатитах на Ферсмана 54 почти неделю жильцы верхних этажей не выходили из своих квартир. Заложники ситуации обратились в администрацию города и к нам в редакцию с просьбой о помощи. Ирина Кузьмина и Иван Солодков попытались разобраться в проблеме. Чудо не случилось. Лифт не работает. Видимо, нам с оператором придется идти с 1 по 9 этаж пешком. С тяжелым оборудованием поднимаемся к ветерану Великой Отечественной войны и ветерану труда Нине Шамановой. Почти неделю она не может выйти ни за хлебом, ни за молоком. Ноги не выдерживают нагрузки и преодолевать 7 этажей. Рассказывая про коммунальные беды, Нина Ивановна не выдержала. Расплакалась. Не могу. Больше не могу жить. Я бы сказала своим соседям, я ключи вам дам, и я повешу петлю. Сосед Нины Шамановой – 88-летний ветеран Великой Отечественной войны и труда. Николай Семенов вынужден пропускать визиты к врачу. Не к врачам никуда. Вот моя должна идти к врачу 85 лет. Еле ходит. Как она может спуститься и подняться. А вот и 9 этаж. Подниматься сюда для жильцов – настоящее испытание. Здесь живут не только пожилые люди, но и мамы с колясками. Моему брату всего 6 месяцев. И маме приходится таскать коляску с первого этажа по 9. Это очень тяжело. Жалобы на работу лифта стали чаще, когда сменилась лифтообслуживающая организация. Диспетчеры предыдущей фирмы говорят, что к ним продолжают обращаться. К нам часто поступают заявочки от жильцов в дом, в которые мы уже не обслуживаем нашу организацию. И мы, к сожалению, ничего не можем и помочь, потому что мы не имеем права проводить работы на домах, которые нам не принадлежат, которые мы не обслуживаем. Сейчас лифт обслуживает мурманская фирма. Надо работать, а не так, приехать в машину своей, посидеть, покурить, сюда подняться, посидеть, покурить. Надо работать. Я 21 год отработала, неограмотная лопата, лом, отбойный молоток. 21 год. И на кашу еще такую дорогу вели. Мы не можем никуда дозвониться. И вставая не отвечает, директор управляющей компании тоже не отвечает. Мы связались с муниципальным контролем и управляющей компанией. Нам ответили, что подрядчики работают над решением проблемы. Совпадение или нет, но уже 20 июля, спустя сутки после приезда нашей съемочной группы, лифт заработал. Это ли не чудо? Хотелось бы, чтобы работа лифта оставалась бесперебойной. В случае поломок жильцам стоит обращаться в управляющую компанию. Сейчас действующий лифт радует жильцов. Ветеран Нина Шаманова уже спешит в магазин. Ой, когда взяли в магазин сходить надо, хлебочек.